Неожиданно чародейки. Я знаю, мы каждый день читаем комментарии, читали, по крайней мере, что Я! Чародейки! Бильдя, чародейки! Нам уже посыпались угрозы с расправой, что если не будут выходить чародейки, то тогда произойдет что-то страшное. Первую серию мы решили записать для того, чтобы вообще в целом протестировать, как все пойдет. Хочется первое впечатление без спойлеров. Но следующее мы будем стримить и смотреть вместе с вами, потому что нам так больше нравится. Очень сильно. У нас одно правило. Мы не говорим спойлеры. Вообще мы их не пишем. То есть, если мы задаем какой-то вопрос, а как же так? Почему Уилл там? И любой вопрос, на который вы знаете ответ, не пишите ответ прям в лобешник. Нам не нужна фабула всего второго сезона. Общайтесь, делитесь своим мнением, переходите в телегу и там закрывайте белым порошком, пеленой весь текст. И там со своими единомышленниками переговаривайтесь, переписывайтесь. В комментариях максимально, если вы хотите сказать спойлер для тех, кто хочет прочитать спойлер, пишите спойлер. Все, больше ничего не надо. Если вы хотите с нами поиграть немножечко, там, позаигрывать, там, вы можете написать, а вы знаете, это раскроется немножечко позже. Но спасибо, что обратили на это внимание. Пожалуйста, это очень важно, потому что многие у нас на канале в первый раз смотрят чародейку. Как и мы. Как и мы, да. Я, не знаю, не видел ни разу. Поэтому сегодня так смотрим, потом на стримах. Остановились мы в прошлый раз на том, что чародейки победили. Злобный фобус растворился в пелене, орал. Разве, да? Я уже не помню, что с ним стало. Другая проблема, у нас активизировалось женское зло. Оракул. Оракул, да, что-то. Что-то было. Блин, надо было пересмотреть последнюю серию. Очень, она очень криво посмотрела и все. И мы сделали выводы, что она следующее зло? Да. Ну, посмотрим. Салют в честь освобождения Меридиана. Этот Меридиан же, город первого салюта, ты слышал? Чего? Да, Меридиан, город первого. Это вы на ходу опять придумываете? Да. Да, классно. Как орел и ту. Ага. А, это Оракулы есть, наверное. Вольно, смена окончена. Идите и повеселитесь. Только не теряйте бдительности. Зло, заключенное здесь, стремится вырваться вновь. В мир, князь Фобос не должен ускользнуть. А, Фобоса в тюрягу упекли. Фобоса, вот эту вот Миранду, Меринду. Меринду. А что с этим? Она уже не Меринда, она Френси. Что с нашим этим? Садриком. Ну да, Садрика. Садрика же превратили в говно. И Фобос его с собой забрал. Ты что? Да? Ни черта не помню. Он стал вообще каким-то просто задохликом. Бедный Садрик. Вообще не помню. Блин, ребята, вы вообще такие зло, зло. Посмотрите на ее губы джокерские. Вас вообще ни на мысли, ни на какие не наводят, когда говорят про зло. А рабу? Ну да. Мы с него не спустим глаз. Ваши силы помогли свергнуть тирана. А уж мы сумеем удержать его. Ну да, она не внушает доброту. Прошу! Отпустите! Я хочу к маме! Не морочь голову, чудище. Не трудись, Меринда. Все знают, что ты оборотень. Не унижайся перед ними. Уж ты-то хорошо должен знать про унижение. Да, Поп? Охренеть! Это не Оракул, это как одна тетка. Да ладно, это Оракул. Он скинула пару десятков сотен лет себе. Она же тоже волшебница. Не, нам говорили, что будет какая-то новая тетка злая. Оракул точно замешал. Я убежден, что... Мне кажется, это новый персонаж. У нас сто процентов должен быть новый персонаж. Я абсолютно уверен, что женщина в роли злодейки самое страшное зло. Это правда. Я действительно убежден в этом, потому что если смотреть аналоги из нашего ужасного криминального мира, самые жесткие злодеяния девчонки. Что они аккуратны. Да, потому что... Девчонка, она все-таки... Мне кажется, в реальном мире нет. Но в мире фэнтези женские персонажи реально самые злые, жесткие. Ну вот смотри, какие самые злые маньяки и маньячки. Вот ты просто думаешь, что маньяков... Ну не знаю, мне на ум всегда приходит какое-нибудь чикатило или какие-нибудь... Ну не женские. Да. А в основном это мужчины какие-то. Да-да-да-да-да-да-да. Но ты ничего не знаешь о женских. Да, и соответственно. Все нераскрытые преступления женские. Да что же, хоть выдумывать. Так, во-первых, я не выдумываю. Ладно, я не выдумываю сегодня. Потому что девушки более аккуратные. Не, я знаю такой статистики, что женщины чаще убивают своих мужей, допустим, чем мужчины и жены. Нет, ты не поняла. Я именно говорю прям вот как маньяк, как профессия. Девушка-маньяк вот сидит вот прям так. Не знаю. Мне на ум никто не приходит. Потому что очень аккуратные. Тогда как? Ты с чего ты взял что? По тем, которых поймали. Там по 20, по 30, по 40. Там вообще просто космический цифр. Я ничего не понимаю. Мне кажется, ты реально выдумываешь. Я не выдумываю, я тебе реально говорю. Ну нет, ну докажи. У тебя нет никаких доказательств. Просто типа какая-то... Ну вот, видите, начинается все. Докажи, докажи. Докажи, что она маньячка. Никак не получится. Аккуратно. Сидит на канале такая. Чародейка смотрит такая. Докажи. Нет, ты же больной сам маньяк. О! Комната Уилл. Я поняла! Все. Я смотрела второй сезон. Я поняла, что вот эту заставку я помню. А ту я не помнила. А вот эту я помню. Вот с этим будильником. Я смотрела в детстве второй сезон. И я опять же ни черта не помню. Слушай, а он миленький. Он намного, он намного милее, чем первую такую... Зло, зло. Фоба с развивающимся этими полотенцем. Очень красиво. Это круче. О, какие-то есть. Смотри, сколько персонажа. О, они даже конец немного изменили. Там же... Закончили. Да, потом... Чародейки. Блин, а еще я поняла, что... Ой, что-то я поняла. Я забыла, что я поняла. Как гуманно. Но она не убила его. Опять истребители. Да сколько можно? Не знаю, кто ты есть, ведьма. Но Фобоса тебя не освободить. Боюсь, это не тебе решать, Ватыш. Эй, что такое? Миранда, а теперь освободи меня. Хм, хозяин, постарайся, но не стоит унижаться. Какая Миранда мерзкая. О, да, в отделении Миранды такое себе. Страшный паук. А почему она только ее освободила? Да, кстати. Реально, фу, мы сидим так... Фобос никому нахер не сдался. Это реально самый дешманский злодей. Все в мире злодеев смеются на немецкие, типа, чел, ты не с нами. Не говори, что ты злодей, не позорь нас, пожалуйста. Реально, во второй серии Шрака, там, где они в баре собирались, ему там, наверное, даже места не выделяли. Да, да. Что он лузер полный. Давай ты сейчас ногти себе все сломаешь. Блин, так прикольно, что Миранду освободили. Ну, реально, Миранда кажется намного сильнее. Хотя Фобос... Не то, что сильнее, просто, мне кажется... Морально. Морально сильнее. Мишенка. Спасибо. Спасибо всем. Я лишь недавно взошла на престол, но знаю, как вы страдали под властью брата. И вот князь Фобос не зложен, побежден стражницами. Как она переобулась. До этого брат, мой любимый брат. Буквально день. День прошел. День прошел. Не так уж сильно она брата и любила. Так просто такая... Политик. Наверное, настоящий политик. С теми честными жителями Меридиана мы вместе добились успеха. И теперь мы свободны. АПЛОДИСМЕНТЫ Калин, что ты задумала? Ваше Величество, хочу познакомить вас. Этот рим служит на кухне. При Фобосе она рисковала жизнью, добывая для нас ценные сведения и порой горячую пищу. Она дважды спасла нам жизнь. Вы заслужили награду. Нет, принцесса, ваша коронация уже награда. Вот тоже вот это... Нет, нет. Это в великолепном веке так было постоянно. Типа, проси все, что хочешь. Ваша улыбка все для меня. Но из этой сети... Мне так нравится, когда прибедняются. Да, да, да. В итоге они все равно дарят золото. Они это знают. Они просто такие, нет, что ты. Не надо. Хоть раз такой... А, да, ну тогда все. Тогда... Да, хоть ты сказал бы, я хочу дом, машину. Нет, нет, больше другой было прикольно. Такая, ничего не надо уже. А, ну я коронована, да, все ок. Тогда разворачивайся, иди, подарок закончился. Она такая... Иди печь пирожки. Чем мне оплатить вам? Есть одна просьба. Будет очень приятно. Если вы наденете кулон, он по праву ваш. Принадлежал вашей матери, королеве Бейли. После ее смерти я спрятала его от Фобоса, надеясь, что однажды... Она на одном духу читает, как я придумываю говно всякое. Я нашла его, когда вытащила его из... Это, это же любовь. Да, да, да. Вообще просто где-то безделушку купила такая. Лунный камень где-то там на этом такой. Он был... Севан 6 метров достали, обработали, потом на солнце зарядили. И вот он теперь ваш. Безделушка, безделушка за 150 рублей. Ах, Триум, спасибо. Я с ним не расстанусь. Мой народ, завтра мы начнем переустраивать меридиан. Сейчас какое-то говно произойдет. Стоп, подожди. Это реально зацепка с этим камушком. Миранда же может притворяться во всякую дичь. Почему, если она могла притвориться в девочку? Так она оборотень, это ее облик. Так она могла притвориться в эту пекарню. У нее два типа вида, человеческий и типа волчий. Допустим, оборотни из волчонка, из любого другой вселенной. Они же не превращаются в кого угодно, они превращаются в животное. Я думаю, что она... И все человеческое. Я думаю, что это Миранда, и она подарила ей специальный кулон, который ей потом проблем достали. Ну, может быть. Сегодня празднуем! Ура! Как замок поменялся сразу же, да? Да, да. Фобос ушел. И заодно сразу такой. Я снова рада уже. Дизайн интерьера – это проклятие. Поэтому поменяем здесь. О, брат! Смотрите, девочки, как я зажигаю. А что он с волосами? У кого с волосами? У Уилл. Или это освещение такое? Это освещение. А еще, мне кажется, здесь... Блин, я 4К-версию запустил. Твою мать! Она же сейчас... Сейчас будут все лица вот такие вот. Да, они все в кашу замешаны. Сорян, я... Я не доглядел. Быть в стражнице тяжело, но есть и преимущества. Прошу, прошу. Ты же одна из стражниц. Ты помогла Фобоса прогнать. Ну да, пожалуй, что так. Расскажешь нам, как было? Нам? Ну ладно. Какая Тара некрасивая. Очень, очень. Самая красивая стражница. Да, мне тоже очень нравится. Такая прям... Твоё бедственное положение печалит мне. Но не бойся, дорогой. Я не отдам на милость королевы. Я допомню отважного воина, преследовавшего коварных стражниц. И жестоко пострадавшись за своё рвение. Эта стражница виновата. Не пора ли им поплатиться? Ему руку отрезала. Разве ты не жаждешь отмщения? У него руки нет. Ему руку отрезала. Странница. Я не помню. Я не помню его тоже, кстати. Нет, его я помню. Я руку не помню, как отрезать. Но я его не помню. Помочь тебе. Квинтэссенция. Я смотрю, квинтэссенция — это всё одно слово, которое она выучила. Квинтэссенция и всё лить. А что значит квинтэссенция? Это же квинтэссенция — это как... Ну смотри, в рамках какой терминологии мы это слово используем. В музыкальной или в литературной? Ну как, это как дополнение, ну типа, вот оно всё целое, полное. Нет, квинтэссенция? Как там сейчас не хватает Алисы? Алиса, где ты? Алиса. Мы не все слова на свете знаем, это нормально. Слушай, а загугли, а? Что такое квинтэссенция? Ну я хочу, чтобы Алиса мне говорила. Алисы больше нет. Чтобы с ней сраться. Алисы больше нет. Пятый элемент, пятая стихия — эфир. Одна из основных стихий. Тончайшая, самая тонкая стихия — душа, дух мира. Короче, можно вообще как угодно. Ты что, ты всё что угодно? Я говорю, просто смотря в каком контексте очень много значений. Тонкая стихия, которой Бог наделил материальным миром. Квинтэссенция. Я же говорю, это что-то такое целое, завершённое что-то. То есть как? Ты не вернёшься в Хэзерфилд? Повстань, начнись. Вы же победили, дело сделано. Корнелия, мой долг — помочь королеве Элеон. Немало слуг Фобуса, ещё плетут козни. Ты выбрал Меридиан, а не меня? Попытайся понять. О, я поняла. И мне всё равно. А вот по плану я буду скучать. Не переживай. Фланг скоро ходит в гости. Чудно. Блин, что они запаривают их отношения. И даже толком ещё не начались, уже сразу в первой серии Корнелия грустит. А чё? Ему даже нечего делать. Пусть он мотается туда-сюда. Завесы-то работают. Чисто просто вот как на работу. Он гоняет в города и сёл. Да, да. Нечего возвращается. Вахтой, вахтой. Пусть неделю там поработал с этими, домой-обратно к жене. Да почему неделю, ему даже не придётся в вонючие электрички ехать. Порталы туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Да это опять квилл нужно эту увольнительную брать, обратно туда. Ты чё, портал-то открывать может только сердце Кондрака. Да сейчас уже нет зла какого-то. Пусть открытый будет портал. О, да, кстати, тоже удобно. Типа между... Пусть один портал откроют. Да-да-да, в доме. В доме, просто в доме Корнелии. Там где-то в чулане. Удобно. Не знаю, варианты есть. В школе все спрашивают, где ты. Мы придумали отмазку, что твои родители решили показать тебе мир. Да, без вас в этом мире мне будет одиноко. Мы будем навещать. Надеюсь. Обещаем. Прикольно, когда они вырастут, они же потом не смогут быть друзьями. Да. Потому что это разные интересы, более того, разное образование. Ей сейчас 13 лет, она все, она школу не закончит. Она уже станет обычной меридианской королевой. Да, меридианской простушкой. Королевой. Ну, в рамках земли она вообще лохушка все равно. Да, да. А девочки уже, у них профессия уже, образование. Да, работа. Работа, муж-дети. Не то, что это королева. Отошли достаточно. Открываем. Ну, куда, мам? И все такие, она не такая, какая вы себе представляли. Убежали. Сломался шаблон красоты. Они ее, может, даже не узнаем. Вилл, где мы? О, это же Шелвич. Ты привела нас в Хезерфилд. Ловко. К этому надо привыкнуть, да? И правда. Послушай, Вилл, мне бы хотелось все узнать. Про обе твоей жизни. Пошли в серебряный дракон. У них у всех цвет волос поменял. Да это, блин, потому что перешарпленная картинка здесь. Не важно, это, наверное, исправится. Я скачаю на мой. Может быть, отложим? Честно говоря, я устала. Ох, смог валюсь. Главное, все кончилось. Фобос больше не опасен. И хорошо, мы теперь можем вернуться к нормальной жизни. Так? Ну да. Вернемся назад. В неизвестность. Бедная, бедная Тараня, она такая распробовала, блин. А в этой жизни был какой-то смысл. Это любая проблема, потому что ведь это уже часть тебя. Надо же заново учиться. Да. Надо заново учиться быть обычным человеком. Нет, более того, тебе заново нужно учиться быть чародейкой, которая не использует свои силы. Да, ты все равно. А это немножко другое. Сила-то все равно у тебя есть. Да, 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 да. Блин, отстой. Эй, Вилл. А портал? И правда, ни к чему, чтобы отсюда кто-то забрел на меридиан. И наоборот. Задача выполнена. Кто-то уже проник. О, нет! Кто-то уже проник. Нет! Извините. Ого, маньяк какой-то. Видишь, мужчина-маньяк. Да он не маньяк. Маньяк-маньяк. Он просто... Да что я выгораживаю, маньячина ссаная? Бегите от таких, когда увидите, когда тут пылывается, идет, лыбится. Капец, блин. Трэш! Блин, это вдвойне стрёмно. Это 13-летняя, 14-летняя девочка. Мужик такой бежит за ней. Нормально вообще? Нет. Вообще ненормально. Поднимаются темы. Очень страшные ваши. Ты реально так переживательно за вас? За кого? Я просто как-то проникся, когда ты рассказала за проблемы девочек, что ты постоянно все время на стрессаке. Что непонятно, что может в любой момент. Ты просто в любой момент в кредит, получается, живешь. С этого безопасность в кредит. И очень стрёмно. Тут даже парнем иногда сидишь, так думаешь, блин. Да, даже парень не факт, что ты сможешь себя защитить. У нас вылезет толпа такой, ну что ты сделаешь? Да, а тут типа девчонка, которая, ну, по природе, правда, это единственный момент, когда, можно сказать, по природе, физически реально слабее. Что, стрессы? Блин, Ирма, вот хорошо. За мной кто-то шел до школы. С рогами и клыками? Хвостом? Двуногий? Нет, какой-то дядька. По крайней мере, внешне. И куда он делся? Пошел дальше. Ладно, ладно, давай разберемся. Дядька шкандыбал за тобой и ушел своей дорогой. Да. Ужас. Обесценили проблему. Секундочку подумал, такой, вау, себя, наверное, лишат этого долбанного приема, когда ты берешь и не веришь. Да, да, да. Они такие, вау, давай разберемся. А они тоже не поверили. Что за слой шкандыбал? Шкандыбал? Шкандыбал. Не знаю, что за слой. Шкандыбал за тобой. Не знаю, первый раз слышал. Ладно, победили, у меня паранойя. Да, походу, нет. О, тебя спас. Школьный звонок. Ну, поползли. Так, Тарани, что-то задумала? Ты звонка не слышала? Нет, слышала. Но погода просто чудо. Лучше слеплю снеговика. Тарани, Кук хочет опоздать. Наша отличница? Нет, сомневаюсь. Домойте. Мне кажется, она... Она реально снеговика будет? Блин, тоже, да? Вообще неудачное время выбрала снеговика лепить. За тобой мужик шел. Мало ли, что твои подружки сказали. Интересно, как это со стороны выглядит. То есть люди идут, да? Мужик возле школы стоит. Так там не так людно. Это там улица, но школьный двор пустой, все на уроках. Да, а с другой стороны, со стороны улицы? Ну да. Максимально подозрительно. А вот и я! Да, Тарани, вот и ты. Опоздала и сломала нам дверь. Я готова отвечать за последствия своего проступка. Последствия? Тарани, ты хорошая ученица. Думаю, на первый раз достаточно пообещать, что такое не повторится. Да, мой. Три минуты. Блин, Тарани, мне кажется, немножко такая потеряшка сейчас. Она такая, блин. Ну, хочется мне быть отличницей или нет? Хочется мне быть стражницей или нет? Все, все на бунт небольшой такой. У нее такой, да, переломный моментик. А ты так классно, что это показывают? Да. Они сейчас всех ловят, да? Типа преступника. А, охотник, как у Нижней Великия. Тебе нравится скрываться от тех самых мятежников, которых ты раньше преследовал? Она змея. У нее вот так интересно все губы шелушились. Интересный персонаж. И у нее клыки. Только клыки не как у вампира, а именно как у змеи. Похоже чем-то. Не хочешь ли ты повернуть время вспять? Да. А как насчет мести? И тут она врывается. Мне так понравился, но подошли. А куда он пропал? В лесу. А что он нас не дождался? Мы же, что за это я его преследую? Сметает все, как комета. Тарни? Трудно поверить. Все не так скверно. Устроить такой ее продленка на месяц. Да, как минимум. Несомненно. Так и есть. А нашей Тарни все с рук сходит. Она примерная. Все имеют право на ошибку. Она же не повторит такое. Здравствуйте, девочки. Да, без скук. Тарни, ты в порядке? А-а-а, блин, кайф. Ей хочется прям, знаешь, вот быть бунтаркой, мне кажется. У нее сейчас такой момент, что ей хочется бунтовать и устраивать всякую дичь. Ну, с другой стороны, это действительно интересно. Раньше эта энергия куда-то выходила? Да, да, куда-то... Да, куда-то в спасение мира или куда-то в какие-то острые события. А сейчас все, типа, она вернулась в свою скучность жизни. Она такая хорошенькая отличница, примерная. Да, да, да. У нее нет вообще никаких приключений. Нет никакого вот этого вот чувства прикольного. А-а-а, как ей грустненько. Какая классная серия. Ну, в смысле, про раскрытие персонажа. Вообще и сюжет тоже интересно завязывается. Да, да, да. Я разочарована. Ты всегда была дисциплинированной, серьезной ученицей. Да, насколько я помню, раньше мне не приходилось делать тебе замечаний. Простите, мэм, я готова принять наказание. Ну, учитывая твоё безупречное поведение, можно обойтись... Нет, не нужно учитывать. На денёк оставьте после уроков. Пожалуйста. А почему она хочет остаться после уроков? Это никак не связано с тем... С мужиком? Я вот тоже думаю, может, ей страшно. Мы сидим такие, ооо, это её личностный рост. На самом деле она просто мужика испугалась. Ну, а почему нельзя с подругами тогда уйти? Наоборот, лучше уйти с подругами, чем остаться одной, потом одной идти. Мне кажется, это бы ещё опаснее. Дружочек, прежде ты был так розен. Озеро пищи... Она тоже задолбала. Приходит ко всем злодеям. Слышишь? Правильно? Приходит ко всем злодеям и такая... Я помню времена, когда ты был сильным, а сейчас ты жалок. Хочешь вернуть бывую... Ну, вот, ко всем приходится одним текстом. Да-да-да-да. И более-то говорю, сейчас ты такой лузер, ты просто чмо, на тебя смотреть сложно. Ты кусок говна. Ты сидишь, вот ты вот, не знаю, какой-то гипотетический крокодил. Такой, бабка, пошла садиться. У меня в кои-то веки хоть началась спокойная жизнь. Фобос недоносок, ты старая крога-змеюка. Вот кто-нибудь, был бы классный, реально, хоть кто-то отказался бы. Есть такая интересная клише, когда ты собираешься, ну, такой супергеройский клуб, ну, условно. И собираешь старую команду. Да-да-да. И там есть точно пару человек, такой, нет. Это все в прошлое. Я завязал. Но они в середине фильма все равно возвращаются. Все равно возвращаются. Или в конце такой. Самый опасный момент. Да, такой, он вернулся. Не, почему нам не показать? Такого же только со злодием. Он такой, не-не-не, я завязал все, вот я делаю бантики и ковры. Для тебя замороженное блюдо. Замороженное блюдо? Блюдо, которое лучше подавать холодным. Квинтэссенция. Да ты же толвала! А, это вот это морское чудище? А, или кто? Это что-то новое, да? Я не помню песчаного демона. Это из человека-паука. Да? Как вот обзывали, блин, забыл. Ой, настоящий, не помню. Ну, песчаный человек тоже. Ну, он какой-то улыбчивый. Хочу. И здесь мужики стрёмные. Ну, посмотри, вот, вот, чтобы не быть голословным, да? Вот, смотри. Да, да. Ну, он реально так. И девочка такая. Первое свидание с Тиндером. Да, первая кара. Да не, я реально пофану. Теперь моя репутация загублена навек. Мне кажется, реально это прикольно. Она прям хочет такая. А что? Я хочу двойку. Я хочу больше понять, почему это происходит, да? Может быть, наши догадки имеют место. Мне просто впечатлений и ощущений хочется. У тебя никогда не было такого? Ну, как? Ты всегда был двоечником, целом. Как и я, как и я, всё в порядке. Хотя нет, я не была двоечницей. Но у меня было всего понемножку, поэтому нормально. Ну, ладно. Я пока... Мне рано пока делать выводы, но как будто слишком просто. Мне кажется, в жизни каждой отличницы был момент, когда такая... Типа, а нахреном мне это? Это скорее не про отличницу, а про возложенные на тебя... Отличницы, говоря, не только по оценкам. А вот в смысле, вот ты вся такая суперправильная, как вот хотят родители, как хочет общество. Да. О, мы классный, кстати, мультик на эту тему посмотрели, называется «Я краснею». Просто потрясающе раскрывающий. Да, посмотрите, Апексар, мы бы его вместе с вами посмотрели, если бы не... Если бы не хотели, чтобы у нас было что-то не для канала. Да-да-да, иначе всё придётся с вами смотреть. Хочется что-то самим посмотреть. Хочется что-то уже наедине с тобой. Блин, у мужика нет работы, я не понимаю. Просто дядя. У него есть работа. Просто она неоплачиваемая. Кусо ждёт. Правда, тот же самый. Ну что ж. Капец, я бы, конечно, не села. Жесть, что у него там? А прикинь, это такая подмена ожиданий. Ну, какая-то странная подмена. Чел весь день караулит девчонку. Я с Меридиана. Я ещё здесь не разобрался, как улыбаться. Или такой, девочка, вы сегодня уронили, вот, я принёс вам ваш пенал. Не, ну это херня, если это подмена. Ты не знаешь, с кем связался. О, я-то знаю. О, жесть. Решил отбиться от меня снежком, но я не так прост. Не так ли? Пусти меня. И поэтому я тебя за снежок тоже снежок. Уже просто уничтожает человека бросание об стены или в снег. Жесть. В общем, обличье, у тебя нет шансов. Давай, сопротивляйся и привлечём зрителей. Это не в твоих интересах. Но слушай, я не дошёл к главную, ту рыжую. Приведи меня в мне человеческом обличье без креста. Не до что. Ошибаешься. У меня есть три подружки. Если пойдёшь на обман больших, мир увидишь. После заката не опаздывай. Охренеть, он уже украл троих. По крайней мере, он украл только три портфеля. Но это доказательство того, что девчонки у меня... Не обязательно. Реально, может, портфель украли? Просто портфель и на блеф взял. Капец, страш какой-то вообще происходит. Фу, блин. Где они мерзкие все? Сейчас опять ведьма появится. Знаешь, что он сейчас съел? Какую-то слизь. Нет, это помёд летучих мышей. Ты, кстати, знала, что помёд летучих мышей имеет свойство флуоресценции? Они светятся в темноте. Да, некоторые виды. Ну там с добавлением ещё, кажется, минералов, солей, что-то светится начинает. Нет, ошибаюсь. Кажется, было такое. Могу ошибаться. Могу, могу. Умею право. Ты давно славишься своим упорством. Опять один и тот же текст. Тётка. Старая школа. Бабка, понимаешь? Ты раньше славился, а сейчас не славишь. Что в твоей душе, что гнетёт тебя? Мщение. Колись, Тараник. Ааа, ещё один дебил. Сюрприз? Я не могу сказать, ведь тогда сюрприза не будет. А почему не сказать, Уилл, что все... Тогда она может не согласиться, и три девочки умрут. Ну, она так себя в голове это рисует. Какие три девочки? Чьи портфели он украл. Это мы не верим, что девочки у него. А она верит. Понял? Что? Чтобы не подвергать опасности жизнь трёх стражниц. Она решила пойти с ним на сделку. Не понял? Не понял. Нет, я... Я не понимаю, почему нельзя договориться. Потому что Уилл может отказаться, скажет, хер тебе, я не пойду я. Кристалл отдавать. Здесь, в пещере. Уилл, дорогие! Это ловушка! Любите! Мы вас не бросим тут. Нет, не бросишь. Ты поведёшь к ней. Кристалл! Его нет! Мне очень жалко. Тебе жалко? В каком смысле? Я его стащила, когда ты отвернулась. Ты предала нас! Не было выбора. Вы как, целы? Нет, реально странно. Просто, если бы они сейчас превратились, они бы победили. Зачем она... Я его стащила такая. На, держи. Я его стащила, но на, держи. Сейчас реально он нужен. Сейчас реально мы можем победить. Нет, Тара нереально тупанула. Откровенно тупанула. Пока. Плохие дела. Эта сфера – последний магический подарок князя Фобоса. Теперь я отомщу вам за князя и за себя. За стражницы. Вас расплющат так, что останется мокрое место. Ну что, ты довольна? Пожалуй. Держи. Спасибо. Замкнуть ряды! Чего? Чего это за тупизм? То есть, если ты отдала, если ты не отдала, если ты взяла, почему, 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 почему этот чел не попросил у Тарани? Такой, дай мне это, я обещала. Какой-то дебилизм. Ну, я тоже. что 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 именно что просто просто потому что просто потому что чародейки нерушимые понимаешь они же бьются об стены и их кости не ломаются поэтому сфера просто сломалась об чародеек я больше в шоке с того насколько был дебильный план у него не было плана мужика и у тарани вот у них обоих был какой-то странный план она привела уилл украла для чего-то у нее кристалл если ты не собирался давать чуваку нахрен ты украла он бы сразу достала бы они бы сразу превратились забей второй сезон самый проработанный намного лучше чем первый поэтому что и и если мы что-то не понимаем это наш это наш проблем согласно вы сможете уйти лишь переступив через нас у меня возражение нет но давила берем причем эти улетели она остается просто просто подавки играют самого начала максимально не договорившись на словах но договорившись сердце нам всем скучно давайте мы будем как-то отыгрывать свою роль летите а я буду жертвы приманкой фрост точно фрост охотник или как там его фрост ловец фрост ловец кажется его его использовали кажется то ли в 9 то ли в 10 серии чародея когда когда в картину его заслали ловец фрост его звали охренеть ты помнишь все я считаю не помню да 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 помнишь он свалился тогда в картину на этом носороге огромным может быть не знаю как он называется носорога подобный какой-то зверь нет это не земля это замерзшая нет там там прям показали нам состав это лед все это было да ладно урок второй крепко запомни первый урок давай посмотрим кто кого хочешь третий урок двух парней всегда побеждают а бабка то умеет открывать тоже наверно портала портал же еще сами по себе открываются почему уже ничего не должен их открывать она в целом хлебка по определению и неважно что там на той стороне фобосы и немножечко щекочет и она разве фобосы и щекотал мне кажется в принципе завеса сами открывались порталы все это время всегда вот ну так подожди стоит да 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 подожди стоит тогда они открывались потому что зло великое зло пришло и начали открытой сила вот это вот которая поддерживала завесу начала слабеть и они начали открываться порталы не всегда открывались порталы открывались только в момент когда начинались такие магические еще не осознали что до них поздно доходит они таки а блин уже все ну ладно все закрываемся ушел на сей раз никакая нечисть не прососит да отличный план спасения просто не ждал подвоха да уж идею тары не подала ты сегодня всех удивляешь я знаю не хочешь обсудить в общем наверное я боялась но не просто это видно но перестать быть стражницей стать обычной неизвестной школьницы ты не станешь такой для нас да я себе в роли стражницы я была особенной но фобоса свергли я решила что все кончено и я стала буянить лучше быть хулиганкой чем опять пустым еще раз назовешь себя пустым местом горько пожалеешь думают стражницам еще рано уходить на покой с прибытием в раз ты был самым лучшим ловцом я не сейчас лузер и кусок говна иди сюда что ты хочешь месть может отрастить тебе ручку оторвать пипись прикрепить я привела тебя сюда дабы ты занял свое место она тоже чародейка она тоже чародейка в прошлом до сих пор ну вот в змея я все-таки убежден что это змея подружка бабки хайлин они все старые они все старые это вот предыдущее поколение вот сюда этого не было каких-нибудь 40 летних вот типа сейчас уже чародеек а то бабки вообще старые а вот промежуточный вариант мне кажется они прям до конца служат до 65 лет и все потом они начинают мне ну бабки хайлин сколько лет 70 там лет под 200 и ты чё учитывая что азиаты стареешь ты видел азиатских женщин в 60 они выглядят лучше чем ты аначе может про бабка а не бабка да 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 информации нет по этому поводу так ладно хорошо блин классное начало сезона интригующая ну все кроме речи этой мамы все кроме речи этой мамы там интриги ноль и тупого плана фроста и тарани я его конечно не очень понял здесь да вот кстати это не будет спойлером если вы объясните их мотивацию потому что я я честно что-то видимо упустил ту гениальность ну вообще замес интересно что будет зачем миринду миранду освободили и зачем сколько раз тебе говорить так все а следующие серии я думаю что мы все-таки на стримах будем проводить может и от снимем посмотрим может и от снимем да все зависит все как пойдет все как пойдет не понятно не стоит говорить что мы по лайкам определяем да например популярность проектов потому что залайканные проекты мы соответственно снимаем не залайканные какой смысл если никому не интересны но тут мне кажется нет но тут да нет смысла об этом говорить поэтому вы сами сделаете потому что очень сильно орали ждали второй сезон в общем давайте продюм продолжать потому что это всего лишь два притрясающих сезона третьего кажется нет и не будет да третьего нет жалко это конец это файл печально все ребятки спасибо что были с нами это это было классно продолжительное время было классно все пока пока ît елка елке